Здравствуйте, я Леонид Чукин. Добро пожаловать на проект «Будь в форме». В проекте для любителей спорта, активного отдыха и просто любителей здорового образа жизни. В прошлых выпусках мы с тренером фитнес-центра «Мегаполис» Артёмом. Привет, Артём. Добрый день. Рассказали о таком виде спорта, как пауэрлифтинг. Рассмотрели три соревновательных движения – приседания, жимлёжа и становую тягу. Но мало кто догадывается, что для успешности и эффективности в пауэрлифтинге надо не только прогрессировать в силовых показателях, надо также обладать хорошей гибкостью, работать над растяжкой мышц, что в свою очередь уменьшает риск получения травм. Предлагаю об этом сегодня поговорить. Артём, для чего пауэрлифтинг вообще развивать гибкость и как это влияет на результат? Я придерживаюсь такого мнения, что техника всё-таки имеет первостепенное значение и не всегда получается ту технику, которую я хочу, которая подойдёт спортсмену, освоить без достаточного уровня гибкости либо растяжки. То есть, ну, простой пример, если спортсмен, выполняя приседания с длинными ногами, ему нужно куда-то девать колени, он их должен развести. При отсутствии адекватной гибкости в тазобедренном суставе он не сможет этого сделать. А если всё-таки попытается, скорее всего, получит травму. А есть ли какая-то особенная растяжка для пауэрлифтера? Или у них всё тоже как бы стандартно и обычно? Ну, всё верно, стандартно и обычно. Я бы просто сюда сказал так, доминирующая растяжка – это растяжка ног обязательно, потому что, ну, как я уже говорил, недостаточная растяжка или гибкость в тазобедренных суставах включат травму на приседаниях, на тяге, вот, поэтому обязательно ноги. И если говорить про жим лёж, сюда можно отнести доминирующую растяжку грудных, потому что часто можно наблюдать такую травму, как отрыв грудной мышцы, отрыв грудного сухожилия, вот это как раз происходит из-за того, что не мобильный плечевой сустав, не растянутая грудная мышца, большая грудная мышца. Поэтому, ещё раз подчеркиваю, использование растяжки и гибкости обязательно в тренировочных планах любых спортсменов. Ну, в принципе, как я и предполагал, растяжка – это то, без чего невозможно достигнуть максимального результата в пауэрлифтинге. Всё верно, согласен. То, без чего нельзя. И не может прогрессировать ни один пауэрлифтер. Ну что, тогда предлагаю от теории перейти к практике. Давайте попробуем. Артём, можешь ли ты сам показать какие-нибудь несколько упражнений из твоего арсенала на разминку? Да, конечно, я покажу самые частые, использованные мной. Исходя из моих проблем, что у меня гибкое, негибкое. В общем, с чем я в повседневной жизни сталкиваюсь. Первое упражнение. Я использую растяжку грушевидной мышцы, так как это у меня больное место. Собственно, я покажу, как это делается. Так. Сгибаем ногу в коленном суставе. Вторая нога у нас прямая. Насколько это возможно? Можно показать. У нас, получается, тянутся сейчас как и левая, так и правая. Да. Я делаю акцент на растяжении грушевидных мышц. Вот здесь вот. Это обязательно в арсенале того, кто тянет с ума. Для меня это особенно. Если хотим потянуть ещё и квадрицепс, это полезно для приседающих. Достаточно сделать вот такую вот манипуляцию. Очень хорошо тянутся квадрицепс. Повторяем то же самое для другой ноги. Сгибаем ногу. Вторую ногу держим прямо. Делаем акцент на грушевидную мышцу. Хотим потянуть квадрицепс. Сгибаем вторую ногу. А может ли это упражнение помочь при болях в пояснице? Да. В некоторых случаях боль в пояснице бывает вызвана зажимом седалищного нерва, который проходит под грушевидной мышцей. То есть спазм грушевидной мышцы напрямую влияет на боль. Если у вас заболела поясница, и вы не знаете, как с этим бороться, вот у вас только-только заболела поясница, можно протестировать седалищный нерв, выполнив вот это упражнение. Так, а какое второе упражнение в твоём арсенале? Так, второе упражнение, это опять же, вторая моя головная боль, это растяжка бицепса бедра и растяжка ягодичных, а также больших разгибателей спины. Выполняется она очень просто, натягиваются мыски на себя, и мы стараемся как можно ниже опуститься. Всё просто, архаично. На что надо обращать внимание? Прямая поясница должна, что должна в первую очередь? Если мы хотим почувствовать больше бицепс бедра, носки должны быть натянуты на себя. Если мы хотим перевести растяжение мышц на спину, достаточно чуть-чуть подогнуть колени. Можно расслабить мыски. Допустимо это. Да-да-да. И главное округлить спину как можно сильнее, вытягивая её. Также сюда можно добавить ещё один вариант, то есть с разведёнными широко ногами. Сюда включатся ещё и приводящие мышцы, которые, кстати, очень важны пауэрлифтеру, который тянет в стиле сумо, выполняет становую тягу в стиле сумо. То же самое. Отлично. Опять же, растяжка носит лёгкий характер. То есть никаких избыточных натяжений, перетяжений, либо попросить человека, чтобы надавил, такое у нас неприемлемо. Ну, кстати, да, частенько видишь, как надавливают на спину. Если человек совсем без опыта растяжки, занятий в тренажерном зале, никаких чрезмерных растяжений мышц не должно быть. То есть растяжка носит такой лёгкий-лёгкий характер. Характер лечебной физкультуры. Итак, сегодня мы рассмотрели, на мой взгляд, очень важную тему. Растяжка и работа над гибкостью важна на самом деле не только для спортсменов, но и без исключения для всех посетителей тренажёрных залов. Так что не ленитесь, находите время на разминку, растяжку, повышайте гибкость и уменьшайте риск получения травм. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и будьте в форме с телеканалом Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин